МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жёлтая. Любую жёлтую стала. Жёлтая карточка – это удаление. Да, а мы с этим... Это последняя карточка, мы удалимся сразу после этого вопроса. Уходили ли вы из заведения намеренно, не оплатив счёт, или что-нибудь прихватив на память? Нет. Однажды я украла шарф в городе Сен-Шамони. Значит, это был магазин Тати. Это же прям... Да, это было в советские времена, когда нам давали, по-моему, 25 чего-то на всё. И я всем купила маленькие Тати, понимаете, подарки. Но бабушке очень хотелось, моей бабушке, розовый шарф. Он даже был не из шерсти, а чего-то. И стоял какой-то контейнер, который куда-то не завезли в магазин. И сверху лежал розовый шарф. Я, не задумываясь, протянула в руку. Взяла его, но потом у меня со мной творилось такое... Во-первых, я бы хотела принести, объяснить, что давайте я заплачу, и скажи, что у меня посудят, и вообще не... Муки мои были страшные. Но я, когда приехала, я сказала, бабуль, я так хотела сделать тебе подарок. Я не знаю, сколько он стоит. Наверное, стоит там один франк, два франк. Я его украла, у меня не было этих денег. И знаете, с тех пор, когда кто-то из моих друзей, или там кто-то в компании не может заплатить, или я знаю, что человек явно беднее меня, или в магазине у кого-то при мне не хватает денег, я считаю себя обязанным помочь этому человеку, потому что я один раз это сделала, но мне было это очень нужно. Я думаю, что, господи, ты меня не покарал до сих пор. Но вот это страшное ощущение. Вот рука горела. Вот хотелось... Это никогда больше не прикар... Другое дело, ты можешь ходить по рынку и все пробовать. Потому что нет денег, это мы проходили. В Минске творог там все говорят. А, мы сейчас обязательно придем, да, вот это, напробовать творога с кислой капустой, еле добежать туда туалет, но ты позавтракал, потому что не было денег-то. Вот такие вещи, ну, это такое детское. Вот, а вообще, мне кажется, что человек не может украсить. Он не может этого сделать. Может, может. Но я знаю, что это не ваш случай. Ну, да. Я верю, что это мой случай. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.